Впереди носовая часть, нос судна. Вот это сторона левого борта. Все, кто меня видит, я показываю левый борт и правый борт, соответственно, напротив. Если сейчас вы пройдете по левому и правому борту вперед, окажетесь на носу судна. Люди приезжают сюда на отдых, дикарем приезжают, в смысле, самостоятельно, не по путевкам. Добираются от этого поселка по воде из порта Андрианьки. Можно по суше, это все-таки материн, но на машине не подъедешь. По тропам, от основной дороги 4 километра. Приезжают сюда на отдых ради тишины, ради отдаленности от цивилизации. Благо цивилизации в воде интернета есть. С левой стороны видите островочек? Посмотрите внимательно к нему, и вы увидите руины, семены. Улочка минимум видно. А вон дальше еще целая сеть таких островов. И все эти острова являются результатом дробления некогда цельной суши этого берега. А на островах руины античного семена. Появился городок Кавакува. В итоге два города, ликийских, Кавакува, Кекова и Семена, напротив, сосуществовали в мире дружбы и согласий до 141 года. Тогда погибает Кекова. Уходит под воду. Этот тоже когда-то был на суше построен. Суша ушла под воду вместе с нижней конструкцией саркофага. Вот этот саркофаг в воде является символом колей Киой. А с левой стороны сам поселок с близкого расстояния. На самом верху крепость. Полигонально в плане. У нее до сих пор высокие толстые стены. Вверх стен зубчатых. Сразу за колей Киой дверь по склонам. Перед вами открывается вид на некрополь Семены. И некрополь состоит в основном из домиков кораблика. Обратите внимание. Напомню, они верили. После заката солнца домик кораблик переворачивается. И только тогда он превращается в самый настоящий корабль, на котором его хозяин, переплывая через вод по водам небесным, достигает второй жизни. Рядом с нашим катером сейчас кто с левой стороны смотрит, видит в форме латинской буквы L под водой центральный пирс порта. Заметили его? На острове Кекова жили только мужчины. А женщины и дети жили на противоположном берегу на полуострове Семена. То есть остров Кекова использовался только как военная база. Смотрите, хорошо видны ступеньки. И прямо получается, как бы от воды уходят эти ступеньки. А когда Александр Македонский пришел на эти земли, он не стал воевать с лекийцами. Он был наслышен об этом народе. Он просто с лекийцами заключает мирный договор. И лекийцы в благодарность Александра сопровождают его вновь до Сирии. А на обратном пути сюда привозят такую кустуру, как модайку. Для лекийских домов полы в основном всегда были выложены в виде мозаики. Вот посмотрите, опять же, наверху. Хорошо видны дома. Видите, они состояли из нескольких даже этажей. Всегда на нижнем этаже находились животные. А сверху уже жили люди. Сейчас смотрите на воду. Я вам покажу сейчас колодцы-накопители. Это не просто какие-то, знаете, дырки. Вот первый колодец-накопитель. Вот, посмотрите, прямо на воду. Один колодец-накопитель. Вот следующий колодец-накопитель. Прям на воду. Смотрите, здесь как бы дыры скалы. Водопровод. Вместе с точной водой. Канализационная система тоже здесь была. Смотрите, видите, квадратик. Вот квадратик, а сверху крышкой закрыта. Канализационная система закрывали сверху крышками, но все равно все нечистоты стекали непосредственно в воду. А сейчас мы с вами пробиваем в одной из самых маленьких бань. Смотрите, здесь как бы и жили мужчины, да? Но бани обязательно были. Это одна из самых маленьких бань. Бани всегда состояли из нескольких отделений. Отделения холодной, горячей и теплой воды. Прям на воду смотрите. Увели небольшие полукруглые бассейны. Вот были в турецких хамамах? Любой банной процедура у турков пришла, ну, как говорят, что именно у римлян. В принципе, римские бань – это сегодняшние турецкие хамамы. Ну, когда были в хамамах, вы замечали, да? Да, что сходите на воду. Хозяин рыбки. Рыба готова к бутырке. А я? Рыба готова к бутырке. Так как мы не англичане, я думаю, молча мы уходить не будем. Такими аплодисментами мы спасибо выразим капитану за его команду. Во всяком случае, здесь впереди очень громкий и красивый аплодисмент, я услышала. Наши автобусы стоят на стоянке, каждый возвращаемся в свой, не задерживаясь.